Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаррель. Сегодня в выпуске. Обманула вымогателей жительница Самары, с которой похитители требовали выкуп, помогла полиции задержать преступников. Осторожно, мотоциклисты, инспекторы ГИБДД борются с нарушителями правил дорожного движения. Навстречу морю и здоровью дети военнослужащих, погибших на службе, отправились на каникулы в Сочи. Компьютерный вирус Пети парализовал работу автозаправок в некоторых регионах России. В социальных сетях люди жаловали, что не могут расплатиться топливными картами из-за сбоя системы. Компании принимали только наличные. Ранее компания «Роснефть» сообщила о хакерской атаке на свои сервера. Возникли перебои в работе крупных предприятий по добыче и переработке нефти. Не обошло компьютерные волнения и Самару. Ну, у нас на работе говорили, что были. Я вчера не приезжал на заправку. Мы говорили, что были сбоя. Мы заправляемся по карточкам, но вчера по карточкам у нас это, протоколки давали, что ли, я не знаю. Вообще нет, вчера не заправлялся. Все нормально, бензин кончился, сейчас заправимся. Ну, это бредители какие-то, наверное, специальные слухи распространяют, что вот тут ажиотаж к выходному дню. Я думаю, это ад. За комментариями мы обратились в компанию «Самара нефтепродукт». Там нам ответили, цитата. АЗС работают в штатном режиме. Отпуск нефтепродуктов клиентам осуществляется без ограничений. Конец цитаты. Также в компании добавили, что сегодня сбоев в работе заправочных станций не зафиксировали. На полтора миллиона рублей обманула вымогателей самарская бизнес-леди. 14 июня она стала жертвой похищения. В полиции предоставили видео с места преступления, снятые уличной камерой наблюдения. Прямо на улице на женщину напали двое неизвестных, затолкали в машину и вывезли в лес. Там у нее отняли 20 тысяч рублей и банковскую карту, с которой преступники потом сняли 210 тысяч рублей. Также похитители потребовали от жертвы полтора миллиона рублей. Женщина пообещала, что выполнит это условие и ее отпустили. После чего дама сразу же отправилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были задержаны подозреваемые. Как оказалось, мужчины были ранее судимы за совершение аналогичных преступлений. В настоящий момент в отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Сняла порчу за полмиллиона рублей. 70-летняя жительница Самары заявила в полицию, что неизвестные женщины похитили у нее крупную сумму денег. Выяснилось, что деньги подозреваемым пенсионерка передала за сеанс по снятию порчи. 20 июня к ней подошли две незнакомые женщины и сказали, что на нее наложена порча. После чего женщина пошла в банк и сняла все свои сбережения. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества одной из женщин на вид 55 лет. Рост 160 сантиметров плотного телосложения, волосы темные. Представлялась Тамарой. Была одета в цветную трикотажную кофту, темные штаны. Рост второй подозреваемый 160 сантиметров, лицо круглое, плечи широкие. Представлялась Мариной. Была одета в бордовые брюки, черную трикотажную кофту, черную ветровку. При себе имела сумку белого цвета с вышивкой из красного бисера и сумку в форме корзинки. Полицейский просит всех, кто обладает информацией о мошеннице, сообщить по телефону, который вы видите на экране или по телефону 020. Езда по правилам ИБС. Летом по статистике учащаются аварии с летальным исходом, с участием байкеров и велосипедистов. Если первые априори должны знать правила дорожного движения, они заканчивают автошколу и получают права, то вторые зачастую даже не брали в руки книжку по ДД. Как Самарская госавтоинспекция борется с нарушителями, передвигающимися по городу на двухколесном транспорте, увидел Сергей Кизоркин. Профилактика ДТП с участием байкеров – первостепенная задача для самарских инспекторов ГАИ. С наступлением лета резко поползла вверх отрицательная статистика. Мотоциклисты и велосипедисты столкнулись с автолюбителями на городских магистралях в 83 раза. Погибло три человека, увечья получили 90. Каждый второй попавший на велосипеде в аварию ребенок. Виноват в каждом третьем случае именно он. Поэтому не случайно рядом с зеброй часто можно увидеть полицейские патрули. Они рассказывают нарушителям правила дорожного движения и раздают брошюры. И на других мероприятиях будем принимать то же самое активное участие, пропагандировать именно безопасность дорожного движения для того, чтобы мы могли снизить травматизм от дорожных происшествий. Ну и в конечном счете сохранить жизни как молодых участников дорожного движения, так и простых граждан Самарской области. Мотоциклисты еще как-то ориентируются на дороге. Они закончили автошколы и получили права. Однако любят устраивать гонки по городским улицам со скоростью 100 километров в час. Все нарушают примерно одинаково. Я думаю нет разницы большой. Если допустим мотоциклисты, то может быть кто-то пытается проскочить где-то. Как и велосипедисты, которые переходят на пешеходном переходе, переезжают на велосипеде. Зачастую это делают и взрослые, дети, и получается совершенно безобразная ситуация. Вследствие чего дети потом выезжают на велосипеде и даже не задумываются. Для них это норма. Как пример, перекресток 22-го портсъезда из Старозагора. Велосипедисты едут по зебре, а по правилам надо идти по ней и толкать велосипед рядом. Курсы вождения, которые несколько раз в году устраивают ГАИ и городской спортивно-туристический клуб, посещают единицы. Как и желание получить права на велосипед. Эта тема горячо обсуждается среди законодателей и велосипедистов уже не первый год. А пока велосипедисты передвигаются по городу без прав на свой страх и риск. Решить проблему ДТП с их участием можно. Необходимо построить Самаре целую сеть велодорожек. Такая трасса появится на московском шоссе к чемпионату мира по футболу. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Спокойный и трезвый летний вечер. В четверг в Самаре межведомственная комиссия отправилась в первый антинаркотический рейд в этом году. Результат приятно удивил. В парках советского района не было найдено ни одного нарушителя, распивающего алкоголь. Только семейные пары с детьми. Такие рейды, выявляющие нетрезвых нарушителей в самарских зонах отдыха проводятся уже четвертый год. До конца лета комиссия заглянет в каждый район города. В департаменте общественной безопасности отмечают, самарцы стали культурнее. Ситуация, конечно, меняется из года в год. Такая положительная динамика. Все меньше и меньше людей таких. Потому что люди понимают, что нарушать законы себе дороже. Ну и здесь, естественно, и богоустройство влияет на отношение людей, так сказать, вот к тем отдыхающим. А теперь коротко о других темах дня. Правительство Самарской области приняло решение заключить в июле мировое соглашение с попечителями несостоятельного наследства Платона Еленина, ранее известного как Борис Абрамович Березовский. От имени региона подписать документ уполномочен Майкл Фен. Конкурсные управляющие соглашаются и настоящим признают Самару в качестве необеспеченного кредитора наследственного имущества в размере 13,5 миллионов фунтов стерлингов, говорится в проекте мирового соглашения. В переводе на рубли это более 1 миллиарда рублей. Самарских дачников ограбили уже дважды за сезон. По статистике, летом увеличивается количество пострадавших от краж. По данным правоохранительных органов, именно в летний сезон разгораются ограбления домов и дачных участков, оставленных без присмотра. Одна из самарских семей пострадала от нападок воров дважды. Первый раз с участка вынесли дорогостоящую мебель. В целях экономии хозяева решили защитить свое имущество с помощью новых замков. Но даже эта мера не помогла. Воры пришли снова и вынесли бытовую технику. В Самаре официально открыли скоростной речной маршрут до Ширяева. Он будет работать три раза в неделю с остановкой на поляне имени Фрунзе. По выходным теплоход по этому маршруту будет ходить два раза в день. В субботу и воскресенье речное судно отправляется из Самары в 9 утра, вечером в субботу в 19.30, воскресенье в 17.30. На перекрестках Самары появятся 53 новых камеры видеонаблюдения. Их закупят на сумму почти 100 миллионов рублей и установят на самых оживленных участках дорог. Камеры будут фиксировать нарушения правил дорожного движения, выезд на встречную полосу, нарушение правила расположения проезжей части, выезд на обочину, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие. ГИБДД Самары предлагает вести одностороннее движение в центре города. Подобная схема движения позволит уменьшить поток автомобилей. Единственная проблема – это распределение времени на уборку территорий. Поэтому нужно будет выделить определенные часы для стоянки автомобилей, чтобы не создавать проблем для очистки дорог. Для разгрузки набережной предложено установить экологические парковки – решетки поверх газонов. Это позволит машинам парковаться прямо на них. Более 50 детей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших на службе, отправились на каникулы в Сочи. Начался первый этап всероссийской акции «Долг памяти». Каждый год руководство Росгвардии организует отдых семей своих сотрудников, которые не вернулись из боевых командировок. В этом году на море отправились более 100 участников со всей России. Среди них и родные самарского бойца ОМОН. Подробности в нашем сюжете. Лето на море. Больше 100 человек, родственников погибших бойцов Росгвардии, приехали в этом году в Сочи. Впереди 10 дней настоящего летнего отдыха. На море – с развлекательными и познавательными программами. Анастасия и Екатерина Лабутины приехали из Самарской области. Море прежде всего, но, к сожалению, что-то оно немножко штормит, конечно. Побаиваемся немножко там купаться, поэтому. Либо бассейн, либо выезжаем куда-то. В океанариум ходили, недалеко здесь находятся. Вот и так хотим на Красную Поляну еще съездить. Ну так по экскурсиям смотреть город. Муж Анастасии, сотрудник Тольяттинского ОМОН Юрий Лабутин, погиб в 2014 году на Северном Кавказе в перестрелке с бандитами. Юрий Лабутин был награжден Орденом Мужества посмертно. На родине героя установлена мемориальная доска в его школе, создана экспозиция в комнате истории ОМОН. Руководство Росгвардии поддерживает семьи погибших бойцов постоянно. Перед поездкой помогали оформить документы, решали организационные вопросы. Дети, жены, родители, они находятся на попечении наших воинских частей, наших территориальных органов. И ни одно имя защитников Отечества не забыто. Это очень важно. В Сочи участники акции «Долг памяти» живут в гостиничном комплексе. Дети посещают экскурсии по историческим местам и олимпийским объектам, участвуют в соревнованиях. Взрослые проводят встречи с представителями Росгвардии, обсуждают насущные вопросы. Для всех участников подготовлен концерт с участием заслуженной артистки России Елены Степаненко, конкурсы и призы. Следующий заезд планируется организовать в августе. Там русский дух, там Русью пахнет. Проект «Русский дом». Еще одна интересная точка на гостевом маршруте по адресу Молодогвардейская, 121, открытая в рамках подготовки Самары к Чемпионату мира по футболу. С подробностями Юлия Черняева. Здравствуйте, вас приветствует Центр возрожденной традиции. Рада вас видеть. Это проект «Русский дом». Здесь царит гостеприимный русский дух начала прошлого века. Дамы в шикарных снарядах, кавалеры в смокингах, камин, хрустальные люстры и угощения для гостей. Старинный особняк в центре города. Теперь интерактивный проект «Русский дом». Центр и весь наш коллектив, мы хотели бы, чтобы эти традиции были сохранены и они транслировались на молодое поколение нашего города, наших гостей. Мы будем работать не только для зарубежных гостей, мы будем работать для туристических групп нашего города, области. Программа включает в себя полное погружение в атмосферу. Гостям расскажут о светских манерах тех лет, модных танцах, моде и научат владеть пером и чернилами. Ведь более ста лет назад практически в каждой уважаемой семье был свой фамильный вензель. Как в нынешнем понимании логотипа, то есть использовался везде абсолютно. И украшения, и интерьер, и экстерьер. Ну и, как я говорю, самое прямое значение была – это головая переписка. У Курлиной точно была своя печать, причем не классическая какая-то, железная, да, у нее даже была печать из горного хрусталя. В сентябре в русском доме начнет свою работу дамский клуб, где будут изучать рукоделие, этикет, вокал, живописи, танцы. А юные барышни смогут познать искусство хореографии, пение, культуры речи, современной живописи и музыки. Это с детства, это идет от бабушки. Моя прапрабабушка училась в школе благородной девицы. Видимо, это корни дают о себе знать. У нас очень сильный педагогический коллектив. Мы полгода производили набор. Вокруг располагается значительное количество гостиниц, рядом располагается фан-зона. Понятно, что на территории площади Кубышев болельщики проведут какое-то время и будут расходиться уже по действующим туристическим маршрутам. И вот это вот небольшое заведение, как раз, я думаю, будет определенную аудиторию принимать туристов, которым будет интересен именно русский быт, дворянская культура, посмотреть, каким образом здесь велось хозяйство на протяжении 19 веков, чем занимались люди. В полную силу русский дом заработает ближе к осени. Именно тогда можно будет записаться на первые экскурсии. Юлия Черняева, Константин Головин. События. А вот какие материалы сейчас готовятся к эфиру. Вышли из тени. Самара избавляется от нелегальных парковок. Люди, которые спасают человеческие жизни. Лучшим врачом года в России стал самарский медик-онкодиспансера. Холодное лето 17-го. Каких сюрпризов ждать от погоды во второй половине теплого сезона? На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok